Мама на самом деле делает очень важную вещь. Ой, папа нашел первые мои публикации. Но огонь при этом горит. Ой, я помню, как я рисовала это. Да, у меня любовь к рывке от мамы. Это то, что я встречу Мураду и дагестанскую семью. Друзья, всем привет! Сегодня будет очень необычный влог. Я нахожусь дома у родителей. Я как-то неожиданно, пока летела, подумала, почему бы мне с моей мамой, которая невероятно круто готовит, не приготовит что-то и не записать это на блог. Как вам идея? Сегодня мы будем готовить с мамой. Я пройду святую святых на кухню нашу семейную. И вместе мы что-то приготовим. Ну, как вместе приготовим? Мама как гуру готовки расскажет и покажет какой-нибудь секрет. Когда я выбирала блюда, которых очень много, которые она классно готовит, я наткнулась на пост Матильды Шнура. Вот он. И увидела, что в Ко-Ко-Ко у них новое блюдо. Лебеди. А лебеди это десерт, который был просто одним из самых главных десертов моего детства. Поэтому, когда я летела к маме, я сказала, мама, давай приготовим на камеру лебеди и покажем ребятам рецепт. Поэтому, кто любит сладенькое, быстро и вкусно, вместе с нами сегодня готовим десерт лебеди. Мам, ну что, ты готова? Мамы переживают. Поддержите ее, пишите комментарии, ставьте лайки и делайте репосты. И, кстати, я не представила. Моя мама Ирина Николаевна. Красавица наша, умница. Вот сегодня будет вместе со мной готовить. Точнее, я буду вместе с ней готовить. Она будет делиться секретом моих воспоминаний детства. Это десертом лебеди. Так вот, книга, точнее, тетрадь. Тетрадь называется «Политзанятия». На секундочку. Нам были политзанятия. Это когда-то у тебя были политзанятия, да, мамуль? Конечно. Это ужас, конечно. В советское время у человека были политзанятия, которые спустя время, видимо, как-то перешли в разные рецепты. Да, мамосенька? Да. В разные рецепты, какие-то выписки из... Так, подожди, что-то у нее пролезает. Да, дальше. Да, дальше, да. Выписки из разных журналов, вот рецепты тортиков. Мне кажется, это очень классно, что это все записывалось вот вручную, как вы видите, да? Плечи, да, делились рецептами. И рецептами, да. Дрожевой тиск. Это прям классно. О, ну я не могу не показать. Вот, выписки из газетки, да, урожай бросится в банки. Тут, видимо, какой-то классный рецепт банок, да? Но на обратной стороне. Какая-то голая тетка из плейбоя. Так, а что нам понадобится? Мы делаем... Вода. Сколько? Ну, два стакана мы делаем. Два стакана воды. Соли, вот примерно так. Потом масло сливочное. Такое качественное, 82% жирности. И все. Ой, да, это так тесто делается? Ставим на огонь. Доводим до кипения. Прям вот так вот, да? Да, прям вот так масло у нас сейчас растопится. Доводим до кипения. И потом будем добавлять муку. Прям сюда? Прям сюда. Это называется заварное тесто. Я никогда не готовила такое. Какие ингредиенты нам еще нужны? Яйца и мука. Яйца и мука, все, да? Просто. То есть можно лиц больше сделать. В рецепте написано 8, но это очень много. Что ты помнишь в советское время, чтобы было актуально? Не так уж и много было продуктов, видимо, да? Ну, именно из выпечки, да? Ну, нет, вообще. Машники не готовили. Мы готовили. Так, что мы готовили? Тортики всегда готовили? Тортики, да, мы готовили всегда и всегда сами. Хотя тортики продавались очень вкусно. Были тортики, натуральные, бисквиты, бисквиты были очень вкусно всегда. Ну, так вот мы им дали маску, пишите, молочками были. Каймар. Салат из каймара. Да, у меня любовь к рыбке от мамы. Вот так вот мы взбиваем яйца. И потом будем добавлять сюда, да? Вот у нас уже плавится масло. Мы приготовим вот противень. Противень. Угу. Будем выкладывать тесто туда. И все, мы начинаем туда заваривать муску. Ммм. И мешаешь, да? Да, и размешиваем, иначе она будет комками. Угу. Его нужно замешивать. Вот прям выстое оставим. На огне его замешиваем до состояния, когда она начнет отслаиваться от стены. Сейчас покажу. Да. Когда она начнет отслаиваться от стены. Распручиваем. Но огонь при этом горит. Да. Да? Да. Ну и все. В принципе, вот это тесто. Тугое, слушай. Оно тугое, но мы потом его разбавим яйцами. И чтобы туда влить яйца, тесто нужно немножко охладить. А, понятно. Ну, чтобы оно было теплое. Ну, понятно. Не холодное. Сейчас мы ждем, да. Ну, то есть какое-то время мы просто вставляем. Такое оно мягенькое. Мягенькое, да. Но когда мы туда добавим яйца, оно будет эластичное тесто. Ну, и сейчас все равно оно такое цельное. Да. Оно вот обсвоилось. Ну, и классно. И в этом состоянии мы его сейчас охлаждаем немножко. Вот у мамы самое интересное рассказывает, когда камера выключилась. Нет, самое интересное и самое ответственное, чтобы тесто потом в духовке хорошо поднялось. Да. Чтобы они были сливы. Полое. Оно поднимается и полое становится внутри. Это мы чуть позже будем проверять, когда уже конкретно оставим. Ну, идеальное тесто, чтобы оно было прям пушистое, только поднялось и грули. Мы будем выпекать не только само тельце лебедей, но и... Да, и голову. А крылышки? А крылышки мы сделаем и сверху. И мы частями добавляем яйца. Угу. И так вот все яйца ты добавишь потихонечку. Да, частями. Ой, папа нашел первые мои публикации. Одну только. Одну только? Да. 2003 год. Ё-моё. Ну, там есть какие-то статьи. Это газета? День. День. А известия? Вот нету. Вообще, папа что-то нашел. Котик. Ой, ребята. Это что? Это что-то не так. Мама, наверное, рисовала. Ой, ну вот это романтика прям. Ой, я помню, как я рисовала это. Реально, 6 класс. Владин возраст, да. Давай дальше. Натюрморскую. Папа, ну это ж вообще задатки. Ты голодное детство. От курицы. И шампанское. Шампанское. Курицы, салат. Праздничный стол новогодний. То есть, вот мои родители трактуют мои детские семьи, что это задатки того, что я уезжаю. Дальние дороги. Это то, что я встречу Мураду и дагестанскую семью. Это что? А это все. Это берегите природу. Вот, понятно. Я в 6 классе. Это не пожар, это завод. Видишь, от него черное что-то идет? Да, бречка. А, наверное, да. Да. Это нефтяной завод, где я работал. Пока мы с папой болтали, мамочка вот потихонечку уже все. Яйца заводим. Сложно? Тяжело это? Ну, оно достаточно густое тесто, да. Смачиваешь водой, чтобы не прилипали, да? Да, чтобы к ложке не прилипали. Но мы подготовили шприц для того, чтобы сделать шеи наших лебедей. Вот мы делаем из теста вот такие вот штучки. Головы. Шейки. Головы, да, шейки, которые потом посадим. А хватит на все пирожки? А у нас так мало пирожных будет? Или у нас две противни? Вот это что, мы отправляем в духовку? На сколько? Ну, минут на 15. Отлично. А пока будем готовить другой противень, да? Можем, да. Другой противень готовить. Сначала на средний окон. На сколько? Вот на 190 оно постоит, минут 7. А потом мы убавим. Ага, хорошо. Мама, на самом деле, делает очень важную вещь. Она, когда я выключила камеру, сказала, что ей неудобно делать вот этим вот, господи, как он называется? Шприцом. Он очень нерасходный. Ей удобнее делать простым пакетиком. На что я сказала, давай это снимем, потому что это тоже для всех для вас важно. Не обязательно иметь шприц у кого есть. Можно взять любой пакетик, положить туда. Поплотный. Поплотнее, да. Ага. Сделать дырочку и вот делать из них любые фигурки. Потом. Нам нужно вот 19 шеек сейчас сделать с мамочкой. Ой, какие они классные уже. Мы будем делать крем. Здесь масло сливочная пачка. Да. И баночка сгущенного молока. Ням. Ну, и то, и другое нужно выбирать качественное. Ну, что ты имеешь в виду? Чтобы было натуральное сгущенное молоко. Без всяких там жиров. Да, да, да. И прочих добавок. Натуральное только молоко сгущенное. И масло. Вот, мы вытащили первую партию из противня. Это наши головки. Позатенькие. Классные. И вот так вот они поднялись. И сейчас мы дождемся второй партии. Будем начнем потихонечку вот эти вот разрезать, делать крылья и наполнять их. Да? Да. Ну, берем любую эту штучку. Вот так. Любую берем. Любую берем. Они же разные все формы. Они все разные формы. Мы отрезаем немножко. Немаленько. И отрезаем макушечку. Так аккуратно, чтобы не переставить. Отрезали макушечку. Вот это у нас будет крылья. То есть мы отрезаем и на две части. На две части. Это у нас заготовки такие получаются. То есть получается, мы берем вот эту штуку, вверх срезаем и ее разрезаем на две части, как на два крылышка. Да. Вот так вот. А тут внутри такая некая емкость получается. Видите? Класс. Делаем крем. Каждое крылышко промазать. А, тоже кремушка. Головы, конечно, у нас маленькие. Вот у нас есть другой партии. Ну что, это тоже красиво. Ну и что, классно получается. Так, буквально нам понадобился час-полтора. И мы испекли вот такие красивые лебеди. Холодильничек, чтобы они немножко взялись. Вот такие вот они красивые, вкусные и вкусные. Да. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Может быть, вы хотите, чтобы мы еще что-нибудь с мамой сняли. И приятный аппетит. Обязательно попробуйте дома угостить своих любимых. Да. Классно?